Всем большой привет! Сегодняшнее видео не очень характерно для моего канала, и я немножечко поясню, больше, наверное, для новых зрителей. Я мама в декрете, мы с мужем живем в своем доме, воспитываем троих сыновей, и вообще мой канал, он больше влоговый. На нем я рассказываю о своей мамской декретной жизни, делюсь уборкой, покупками, в том числе и готовкой. И не раз мне говорили, что нравятся рецепты, нравится, как я готовлю, но не очень удобно искать в общей массе видео какие-то понравившиеся рецепты. Поэтому я решила сделать отдельный ролик с подборкой, ну сегодня вот, например, таких ужинов. И вообще буду тогда складывать такие видео в отдельный плейлист у меня есть на канале, еда, рецепты, заготовки. И оставлю там видео именно с заготовками и с едой. Есть у меня там про консервацию несколько видео. Я делала заготовки для супов, очень актуальны, кстати, скоро обязательно посмотрите, кто еще не видел. Есть у меня заготовки в морозилку, несколько роликов. Ну и вот такие вот с вариантами ужинов, супов, завтраков буду отправлять туда же. Мне кажется, так будет удобнее найти то, что вы хотели приготовить. Посмотреть рецепты, ингредиенты, вспомнить, сохранить себе, поделиться с мамой, подругой и еще с кем-то, с кем вы считаете нужным. Ну и скажу сразу, что никого не учу, просто показываю то, что готовлю для своей семьи. В принципе, любой рецепт можно взять за идею и подстроить его под потребности своих домашних. Ну и в общем, сегодняшнее видео будет с подборкой рецептов для ужинов, так что давайте начинать. И первый вариант ужина очень понравился моим домашним и мне в плане простоты приготовления. Потребуется нам куриное филе, надрезаю его не до конца, так квадратиками, знаете, манго так обычно режут. Потом филе подсаливаю каждый кусочек, можно обвалять в муке, но я этого не делала, не знаю, скажется ли это на результате, но вот в оригинальном рецепте было так. Но и без обвалки в муке тоже очень вкусно. На сковородку отправляю кусочек сливочного масла, включаю, разогреваю, масло растопится и отправляю туда кусочки наших филе. Филе обжаривать буду с каждой стороны примерно по 5 минут, ну, до золотистой корочки, можно так сказать. Пока филе обжаривается, начищу чеснок и так его немножечко раздавлю и уже буду нарезать мелко-мелко. Точное количество ингредиентов, которые нам потребуются, я обязательно укажу в описании под видео, так что если кому понравится, обязательно заглядывайте. Но вообще этот рецепт очень вкусный, готовится просто, так что если так не пробовали готовить курицу, обязательно попробуйте. Когда куриное филе обжарилось с двух сторон, то в сковородку отправляем еще кусочек сливочного масла, оно растопится там и туда же отправляем наш нарезанный чеснок. Все как следует распределяем, это будет наш соус, в нем будем дальше тушить курицу. И еще для соуса добавляем мед. Я взяла, у меня был такой немножко под засахаренный, разогрела его чуть-чуть в микроволновке и он стал более жидким. И еще нам потребуется соевый соус. И в этом соусе 15 минут тушим нашу куриную грудку, периодически переворачивая на разные стороны. Получается очень вкусно, можно подать любым гарниром. И, конечно же, свежие овощи, свежая зелень сюда отлично подходят. Следующий вариант ужина можно использовать просто как идею для быстрого ленивого ужина и менять ингредиенты, и каждый раз будет получаться новое блюдо. У меня здесь фрикадельки замороженные маленькие из морозилки. Можно и фарш использовать, и куриное филе, и мясо порезанное, все что угодно. Я обжарила просто до такой румяной корочки их и добавила замороженные перцы. Овощи тоже можно использовать абсолютно любые на ваш вкус, и замороженные, и свежие сезонные, что вам больше нравится. Немножко их вместе с фрикадельками тоже обжарила и добавляю рис. Отлично сюда подойдет и булгур, и греча, и вообще, мне кажется, любая крупа на ваше усмотрение. Заливаю водой примерно, чтобы на сантиметр закрывала верхний уровень крупы, и оставляю под крышкой на небольшом огне так тушиться. Ну, минут 30, наверное, но тут, я думаю, по внешнему виду все понятно. Получается очень ленивый, быстрый, но вкусный ужин. Следующий вариант ужина не такой ленивый, как предыдущий, но дети у меня очень любят макароны, всегда хорошо едят с чем-то, ну вот, например, с котлетами, или такая, как паста, когда все вместе там под сыром, да, с фаршем. И когда надоедают уже, это просто макароны с котлетами, то вот для разнообразия можно такой вариант приготовить. Нам потребуются макароны каннеллони, и у меня там фарш, у меня конкретно из индейки в этот раз был, но можно любой, конечно, использовать, и свинина, говядина, и курица, что вам больше нравится. И здесь делаю соус, у меня соус такой с молоком, добавила туда горчицу, чеснок, соли и рисовую муку для густоты. Фарш обжарила, и добавляю в него овощи, у меня это замороженная смесь, и тоже еще оставлю так все протушиться, и смесь эту из фарша и овощей посолила еще. Солю я обычно адыгейской солью, везде ее использую, очень она мне нравится, аромат придает такой замечательный, особо даже никаких специй дополнительно не нужно. И очень мы любим чеснок, обычно я добавляю сушеный во время готовки, так что вот в баночке, где я осыплю такое светленькое, это обычно сушеный чеснок, практически везде я его добавляю. И дальше будем фаршировать уже наши каннеллони, использовать вот эту смесь из фарша и овощей, там у меня томатная паста и кабачковая икра, чтобы начинка была чуть более сочной. Не совсем простой и быстрый этот процесс, но если, например, смесь из овощей и фарша предварительно через мясорубку пропустить, то она будет более однородная и будет удобно положить эту смесь в кондитерский мешок и прямо из мешка начинять вот так вот наши палочки, вот эти макаронные. Таким образом время готовки, конечно, сократится. Часть соуса я вылила в форму для запекания и выкладываю в один слой наши вот эти нафаршированные каннеллони и сверху потом залью оставшимся соусом. Полностью макароны должны быть покрыты соусом, иначе в духовке они не пропекутся, а останутся жесткими. И сверху натертый сыр добавляю и буду выпекать в духовке. Обычно я это делаю при 180 градусах, примерно минут 25, наверное. Следующий вариант ужина понадобится нам куриное филе. Вообще это будет курица под соусом терияки. Тоже очень простое блюдо, но очень пикантное, вкусное. Мои домашние едят всегда вот такую курицу с большим удовольствием. Режу филе на тоненькие длинные кусочки. И нам нужно будет замариновать потом, после того, как нарезали, минут хотя бы 30, но лучше на пару часов оставить, конечно. И если вы в сковородке не маринуете, как я, например, в этот раз, то используйте, конечно, какое-то специальное блюдо для смешивания, для маринования. Я буду делать все в сковороде. Насыпала я туда имбирь молотый, чеснок через пресс, черный перец и масло. Можно использовать оливковое, а у меня подсолнечное. Все перемешиваю. В этом маринаде курица постоит какое-то время. И потом уже приступаем непосредственно к готовке. Еще нам понадобится соус. Здесь у меня вода, крахмал, соевый соус и мед. Все смешиваю. Точное количество ингредиентов я обязательно напишу под видео. Не делайте на глаз, чтобы точно все получилось. Получается очень вкусным. Курица у нас на газу. Включили, обжариваем ее немножко. Когда она уже стала такая вся со всех сторон обжаренная, нет сырого мяса, то добавляем наш соус и оставляем тушиться под крышкой. Делаем огонь чуть поменьше. Буквально минут 15, наверное, она так потушится и будет готова. Мне кажется, к такой курице на гарнир идеально подходит рис. И я обычно подаю еще сверху чуть-чуть посыпав кунжутом. Следующий вариант ужина с картофелем. Можно, конечно, обычным ножом нарезать. У меня здесь фигурный, но мне так больше нравится. Начистила картофель и режу на такие вот дольки примерно одинакового размера, чтобы они были так будет в итоге красивее и кушать удобнее будет. И понадобится фарш. Конечно, опять можно использовать абсолютно любой, который вам нравится. У меня здесь будет из индейки. И в фарш я добавляю овощи. Это лук, морковь. И добавлю сюда опять яйцо сырое. Перемешаю все, перебью в блендере. Ну и посолю эту смесь, чтобы овощи были такие очень мелко порубленные, не очень заметны в фарше. И уже вот эту измельченную смесь из овощей и яйца добавлю в фарш. В общем, тут тоже на любителя можно и кабачок при желании добавить, как в котлеты, например, чтобы был он более сочным. Перемешиваю фарш и буду уже формировать нашу такую, как запеканка, наверное, получится, чередуя дольку картофеля с кружочком из фарша. Ну, я думаю, по видео здесь принцип понятен. И вот так вот выкладываю таким образом всю нашу форму. Закладываю ее. И получается большая такая картофельная местная запеканка. Потом ее зальем соусом. Здесь, конечно, опять на ваше усмотрение. Можно сделать молочно-сливочный, там майонез добавить при желании. Можно сделать с томатом. У меня здесь в контейнере перетертые томаты были в морозилке, заготовка такая. Поэтому я вот решила сюда использовать. И так как фарш у меня из индейки, я посчитала, что немножечко он будет суховат, то решила, что майонез не помешает. Сделала такую майонезную сеточку. Все закрою фольгой и отправлю в духовку выпекаться. Пройдет где-то минут сорок, наверное. Потом открою фольгу, присыплю еще сверху сыром и отправлю еще буквально минут на 5-10. И все, наш ужин на этом готов. Мне кажется, такой вариант, конечно, лучше дополнить еще свежими овощами. И еще один классный вариант ужина. Нам понадобится фарш. У меня здесь свинина и говядина смешанный. И в сам фарш, кроме как соли и чеснока, ничего больше не добавляю. Перемешиваю все и буду формировать такие сначала кружочки, как колобки. Потом из них нужно сделать что-то наподобие тарелочек, такие как мясные гнезда. Лучше сразу берите форму побольше, поднос, противень. Потому что когда я сейчас буду раздавливать стаканом, но удобнее это делать стаканом, конечно, они увеличиваются в диаметре. И, в общем, на большом подносе это делать удобнее. Сначала придавливаю стаканом, просто чтобы сделать плоское дно, а бортики уже чуть повыше сформирую руками, чтобы они были более аккуратные. Потому что будем в серединку накладывать начинку, чтобы никаких дырочек не было. И начинка у нас потом при выпекании, чтобы никуда не вытекала. Вот такие гнезда получаются. И переходим к начинке. У меня здесь яйца сырые. Ну, смотрите, количество примерно рассчитывайте по количеству ваших мясных гнезд. Опять я яйца солю, добавляю чеснок и добавляю любые овощи. У меня здесь перец сладкий, красный и помидоры. И туда же отправляю сыр, натертый на крупной терке. Все как следует перемешиваю и добавлю еще зелень. У меня замороженная, такая тоже была заготовка в морозилке. Все, наша начинка для мясных гнезд готова. Раскладываю в каждое и отправляю в духовку. Выпекаю я, обычно все выпекаю я при 180 градусах. Пекутся они быстро. Фарш достаточно тоненький здесь. Ну, минут 30, наверное, от силы. И наш ужин готов. Ну, тоже такой получается очень классный вариант ужина. Вроде бы делается все быстро и просто. Ну, и так для разнообразия очень даже интересно. Ну, и последний на сегодня вариант ужина. Я уверена, что все его знают и умеют готовить. Но частенько почему-то про него забываем. И дабы напомнить и себе, и вам тоже. Это просто тушеное мясо. Или можно использовать птицу. Тушеное с овощами, в подливе. И овощи можно использовать любые. И подливу тоже сделать на свой вкус. Или светленькую, или томатную. В общем, все здесь просто. Удобно использовать заготовки. Например, куриное филе. Если при разделке курицы нарезать сразу же на готовые такие маленькие кусочки. И отправить порционно в пакетике в морозилку. То такой ужин станет еще и очень быстрым. Если делать вот его из заготовок. Мясо или птицу обжариваю сначала. Потом добавляю овощи. У меня это замороженная смесь. Можно, конечно, использовать и свежие сезонные. Сейчас пойдут. Но вообще такие замороженные смеси тоже мне очень нравятся. Потому что их много разных вариантов. И вот так вот разбавлять можно и просто фасоли. И смесь какую-то другую. И каждый раз будет получаться разное блюдо. И, конечно, все солю. Добавляю любимые специи. И соус у меня здесь сегодня томатный. Добавляю водичку немножко, чтобы томилось все в соку. И захотелось мне чуть более густого соуса. Поэтому намешаю еще отдельно в тарелочке. Также использую там томатный соус, воду. И добавлю для густоты муки. Размешаю как следует венчиком, чтобы не было никаких там комочков. И, в принципе, мясо у меня здесь уже практически готово. Вылью еще вот этот соус в сковородку. Просто он закипит и все. Соус загустеет и можно будет подавать. Конечно, любой гарнир сюда подойдет. И крупы, и макароны, и пюре, и просто картофель отварной. Все, что угодно. Так что о таком варианте готовки тоже нужно не забывать. Выбирать разные просто виды мяса, птицы, овощей и разные варианты соусов. И тогда будет каждый раз получаться разный ужин. Ну и я на этом с вами прощаюсь. Большое спасибо, что досмотрели. Надеюсь, видео вам было полезным. Напишите мне, как вам такие тематические подборки. Стоит ли продолжать в таком духе. И уже посмотрим. Может быть, сделаю в ближайшее время такое же видео, аналогичное с выпечкой. Или с разными вариантами завтраков. Ну, напишите, как вам понравилось или нет. Кто на моем канале впервые, обязательно подписывайтесь. И увидимся с вами в новых видео. Всем до встречи и пока-пока! Субтитры подогнали Симон.